А мы продолжаем поход по Украинскому дому. Фестиваль Веда Лайф. Мы дошли до импровизированного алтарю. Смотрите, что внутри делает. Ноченьки. Посмотрите, сколько нужно времени потратить, чтобы по одному лепесточку наколоть на иглу, чтобы сделать одну гирлянду. Это очень трудливая работа, и она способствует медитации. Когда матуши занимаются этой работой, говорят венки, они в самом деле вообще-то медитируют. Эта медитация очень полезная. Она способствует концентрации внимания, успокоения. И поэтому, кто хочет заниматься медитацией, делайте такие гирляндочки. Это вы для Божьей сделаете, Божьей гирляндой? Нет, для наших духовных учителей. Сколько время уходит у вас на то, чтобы сделать одну гирлянду? Смотрю такую, если просто из лепестков, минут 30. А если только цветочки нанесут, то быстрее. А вы соединяете с цветочки и листочки? Я и цветочки, и листочки, иногда ягодки тоже добавляю. А есть какая-то разница, венок сделан из только цветочков, или лепесточков, или ягодок? Есть какая-то разница в содержании? Все, что красиво смотрится. То есть, неважно содержание, как что на гирлянде находится, неважно, по сути, да? Нет, ну конечно. Ну я имею в виду, комбинат. Мы говорим, да. А то, что вот растет, да, вполне. Благостные продукты. Даже вот такие маленькие. Да, можно вот. Наши учителя очень любят легенькие гирлянды, чтобы она прониктеживала. Вот в Таиланде там очень много таких цветочков, меленьких, которые делают из каких-то вообще маленьких-маленьких, а не аромат, шветочков. Да, наверное, главное, та энергия, которая вкладывается в процесс. А вот получается, у него здесь очень-то подвергненько основание, ты его прям вот так пропадешь, что он не... А вот там высыпает или как-то... Да. Ну нам главное просто сделать подношение к учителю, когда он начинает легкаться, а потом, что он с ней хочет, то и делает. Хоть через мир. Главное, чтобы выразить свой молодежи. Нет, ладно. Нет, ладно. Кришна не хочет кофе. Это сто процентов. Я тоже поэтому подумал, Матхажа. Я тоже про это подумал. Кришна не хочет, чтобы здесь было кофе. Адурманю меня народу. Как вас зовут, Матхажа? Анжали. Анжали, да? Анжали, да. Матхажа Анжали. А вы, я слава мудрый, да? А мудрый? Откуда вас знает? Не мудрый, я мудрый. До мудрого далеко еще. Ну подписан, да. Нет, я подписан, я слава мудрый. Да? Да, не мудрый. Да, Матхажа, так вот. Так надо вас найти. Ну вы меня уже нашли. Надо сортировать, потому что... Надо еще раз найти. Да, надо, знаете, в отдельную копилочку поставить. Потому что с преданной, которые наши, надо их отдельно. Группа очень большая, там 5000 человек. Сложно, да. А вы давно, Матхажа, занимаетесь благостными делами? Пару лет. Да. А как вы попали? Попали назад. Как вы попали в нашу секту? Начала в Асконфер. Начала. Да. Ну, знакомые такие были. Как-то вот, начала туда поднимать, потом попала на Виталай. Угу. И сразу, ну, да. Откликнулась. Классно. Основательно. Получила бы с вами Ахараджа, инициатива. Да, супер. Я желаю вам, чтобы вы достигли своего духовного поселения. И благодарю вас. Намасте. Ареба. 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 Ареба.